Депутаты госсовета примут поправки в конституцию, которые позволят временно исполняющему обязанности губернатора, не дожидаясь процедуры официального избрания на должность, изменять структуру исполнительной власти. У него появится право формировать правительство, принимать решения об отставке его членов, а также назначать новых руководителей министерств и ведомств. Примечательно, что поправки вступят в силу не сразу, через 10 дней после опубликования. После прохождения определенных процедур, после подписания закона временно исполняющего обязанности главы республики Коми и последующего опубликования закон заработает. То есть в первой декаде ноября у временно исполняющего обязанности главы республики Коми появляются полномочия по формированию правительства. Напомним также, среди важных поправок в структуре управления республикой, упразднение должности заместителя главы Коми и введение должности первого заместителя председателя правительства. О других вопросах в завтрашней сессии Евгений Ракин. Бюджет республики в повестке предстоящей сессии, безусловно, один из самых дискуссионных вопросов. Уже известно, что в части доходов регион недополучит 2,5 миллиарда рублей, а расходы уменьшатся на 3 миллиарда. Расходы в основном это 1,8 миллиарда мы уменьшили обслуживание государственного долга. То есть Минфин проводит хорошую политику по заимствованию, то есть меньше процентов мы платим. Тем более привлекли еще и федеральные кредиты под ставку 0,1. Вот эти вот 1,8 миллиарда расходы уменьшились. По расходам также те стройки, которые не были начаты, они тоже урезаны. Ну то есть там где-то экспертиза не проведена, а где-то даже еще и проектов нет. Инвестиционная программа республики таким образом снизит объемы на 1,284 миллиона рублей. Часть не начатых проектов придется отложить до лучших времен. В списке оптимизации отрасль культуры. На сокращенные средства в рамках софинансирования планировалось построить Центры научно-технического творчества в Финно-Угорском этнопарке. В новых условиях с переводом средств федеральный центр не спешит, а региону в одиночку проект не потянуть. Несмотря на экономические сложности, новая редакция бюджета сохранит социально ориентированный курс. Увеличатся расходы на лекарственное обеспечение и на пассажирские перевозки. На 5,5% вырастет прожиточный минимум для пенсионеров. С нового года он составит 9577 рублей. Не забыли депутаты и про жителей с ограниченными физическими возможностями. Работает программа «Доступная среда». Законы все приняты. Но предыдущий год основное внимание уделялось обеспечить свободным доступом инвалидам в образовательные учреждения. То сейчас мы опять же расширяем полномочия по этому вопросу. И уже будет внесен вопрос на организацию доступной среды в учреждениях культуры, музеях, библиотеке. Другой блок не менее важных вопросов связан со структурными изменениями. Теперь уполномоченного по правам человека в республике будут назначать парламентарии. Во-первых, подтверждение идет уже не со стороны главы республики Коми, а со стороны Государственного совета республики Коми. И таким очень важным элементом этой процедуры является Общественная палата республики Коми. То есть она определяет кандидатуру и вносит предложение в Государственный совет. Пока мы остановились, будет заседание комитета, мы будем обсуждать. Пока мы остановились на том, что Государственный совет или президиум Государственного совета будет предлагать Общественной палате предложить не более трех кандидатур. Слово после осенних выборов в полку Общественной палаты убыло. Прежние ее активисты Валентина Жигелева и Альмир Бадыков прекратят свои полномочия в палате в связи с избранием в Госсовет. Любопытно, что оба депутата в свое время были выдвинуты в ряды Общественной палаты региональным парламентом. Кто займет вакантные места общественников республики, станет известно позднее. Евгений Ракин, Олег Юшков, телеканал Юрген.